Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем. Наша сессия посвящена модернизации инфраструктуры. Я с удовольствием представляю участников нашей сессии. Это Ирина Булгакова, руководитель дирекции по работе с муниципальными проектами Банка Москвы. Розалия Терновицкая, старший консультант КБ «Стрелка». Стэнли Лунг, партнер бюро «Турэнскейп». Из Китая Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства. Анатолий Мельник, советник главы Владивостока. И Леонид Бляхер, который выступал на предыдущей сессии с таким довольно жестким заявлением относительно состояния дорог в крае. Наша тема, модернизация инфраструктуры, это такая довольно достаточно болезненная тема в отечественной урбанистике, поскольку мы оказались в таком… Ну, вообще главное, что переживала наша урбанистика в последние 20 лет, это движение от советского к постсоветскому городу. И в постсоветском городе мы некоторые области как бы понятным образом как развиваются, там жилье или торговля. Но вот сети, то что касается инфраструктуры, это то, что у нас досталось нам в наследство от советской власти. То, что советское государство, ну или социалистическое государство как-то умело развивать, поскольку, ну может быть тоже не очень хорошо, но тем не менее было вообще нацелено на реконструкцию каркаса в городе и на создание каркаса. А вот как они существуют в рыночных условиях и, так сказать, как вообще, какая за ними сегодня может стоять экономика, это, как ни странно, за 20 лет осталось вопросом. То есть нам непонятно, ну кроме того, как просто, так сказать, тратить деньги на то, чтобы поддерживать там водопровод или канализацию или дорожную сеть или сеть школ, там сеть поликлиник, как вообще это сделать экономически выгодным или хотя бы понимать, какие KPI здесь существуют и как это должно вписываться в сегодняшнюю экономику, то, кто является агентом создания этих сетей и поддержания их, кто получает прибыль с них, как вообще, так сказать, общество должно их содержать, это по-прежнему остается, скажем, сферой поисков и экспериментов. Ну и вот не то, что я бы на нашей сессии, я думаю, что мы вряд ли точно найдем ответы на этих вопросов, тем более применительно к такому специальному региону, как Дальний Восток, но, тем не менее, так сказать, поискать их было бы очень интересно. И я передаю слово Ирине Булгаковой, которая, насколько я понимаю, такой очень развернутый доклад как раз на эту тему. Пожалуйста. Почти банковский, хотя темы, наверное, я в нем подниму больше инфраструктурные. Буду говорить об инфраструктуре ближе к ЖКХ, да и к коммунальной инфраструктуре, но понятно, что транслироваться эти подходы могут и на инфраструктуру дорожную, другой заказчик, а проблемы те же. Я, в общем-то, следующий слайд, пожалуйста, показывайте. Я, в общем-то, считаю, что нам от советского времени досталась очень хорошая инфраструктура. Понятно, что она отвечала тем потребностям, которые в нее закладывали в то время. Конечно, она не отвечает потребностям сегодняшнего дня ни технически, ни экономически, потому что самая большая проблема – это даже не тот уровень износа, который здесь написан, а это несоответствие функционала этой инфраструктуры, возможности тех же рыночных отношений, которые сейчас пытаются и в электроэнергетике работать с ними, и в тепле уже есть. Наверное, коллеги слышали про альтернативную котельную, новые методы регулирования, когда без регулирования вообще будут. Я немножко остановлюсь на этом и расскажу, каким образом, собственно говоря, можно это развивать, в том числе работать банку со всеми этими проблемами. Следующую страницу. Что у нас сегодня сдерживает финансирование? Банк Москвы вообще себя позиционирует как банк, который очень много средств вкладывает в муниципальное хозяйство, работает с муниципальным хозяйством. В прошлом году у банка портфель кредитный был в инфраструктуре 247 миллиардов. Из этих 247 миллиардов только 18 было в коммунальную инфраструктуру. Я говорю только, потому что при тех потребностях, которые сегодня в коммунальной инфраструктуре есть, они бы могли быть намного больше. Вот основные проблемы. Что сдерживает? Непрозрачность расчётов в системе ЖКХ. Это болезнь всех городов. Об этом многое говорим. Ну вот, пока только говорим. Отсутствие до недавнего времени долгосрочных тарифов. Сейчас законодательство принято. Нужно право применения. В том числе, я надеюсь, что оно будет и в вашем крае, во Владивостоке, на Дальнем Востоке. Потому что та возможность того, чтобы сюда пришёл газ, даёт возможность, в общем-то, за счёт применения долгосрочных тарифов, сделать очень много преобразований в городах. И плохое финансовое состояние большинства заёмщиков. Потому что какие бы долгосрочные прекрасные тарифы ни было, если заёмщика 80% организаций в коммунальном комплексе по 2013 году закончили с отрицательным финансовым результатом год, то этот заёмщик никак не подходит для банка, и ему невозможно предоставить деньги. Следующий слайд. Про расчёты за ЖКУ буду рассказывать меньше, потому что как раз для Дальнего Востока эта проблема в меньшей степени, особенно для Владивостока, актуальна, поскольку здесь больше развиты были прямые платежи. Может быть, потому что далеко от центра позже пришли управляющие компании, не так аккумулировали на себя деньги, хотя проблема тоже есть. Есть методы борьбы, к сожалению, они полуадминистративные, потому что у нас сегодня ситуация такая, что собираемость платежей в разных регионах 92-98%, а долги растут, растут они и от населения в сторону ресурсоснабжающих организаций, и растут они в большей степени от бюджетных, от недорегулированных котельных и мелких заборов в сторону энергетиков. Огромное количество судов, что, в общем-то, тоже делает невозможным предоставлять какие-то кредитные ресурсы, либо любые инвестиционные ресурсы в эту сферу, пока не будет нормально урегулирован этот вопрос. Есть сейчас законодательная инициатива, есть такой закон о государственной информационной системе ЖКХ. Не знаю, насколько он получится, но суть инициативы в том, что все свои платежки мы с вами увидим в этой информационной системе, и только в соответствии с ними будем проводить платежи, а банки, видя эти платежки, в соответствии с ними тоже будут расщеплять этот платеж на уровне банка в сторону каждого поставщика ресурсов. В Москве, в общем-то, система практически работает, поэтому там проблем этих меньше. Это действительно так. Работает не в полном объеме, поскольку законодательно не урегулировано. Сегодня около 80 организаций в Москве работают через Банк Москвы, и Банк Москвы видит и отслеживает все платежи в этой системе и дает все отчеты. В общем-то, в Москве система работает эффективно, но, опять-таки, она работает административно, это не совсем та экономическая система, которую бы хотелось получить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тоже про эту централизацию расчетов за ЖКХ. Почему она у нас все-таки получается и почему она, наверное, нужна? Потому что вот тот в нашем жилищном законодательстве с вами платеж происходит через полтора месяца после того, как мы потребили ресурс. И это, к сожалению, приводит к тому, что мы не отключаем теплоснабжение, не отключаем водоснабжение. В общем-то, это не только наша практика, потому что есть, например, такая крупная компания «Виолия», у которой, в общем-то, ее, ну, как у нее на щите, как один из принципов работы, то, что вода – это тот ресурс, который нужен людям постоянно, и мы должны сделать все, чтобы он был всегда, независимо от того, ну, то есть они не говорят так, независимо от того, будет он оплачен или нет, а то, что вопросы с платежами решаются там параллельно и отдельно. Дело в том, что культура у нас такова, что очень просто не заплатить, и, в общем-то, проводя с многими организациями там какие-то кредитные разговоры, даже слышишь такое, а там за газ, либо за тепло, я плачу только по решению суда, то есть для себя имею отсрочку 3,5%, и это считается сейчас уже нормальной практикой работы наших организаций. В общем-то, не решив этот вопрос, конечно, говорить о развитии инфраструктуры в этом плане мы не сможем. Следующий слайд. Я бы еще хотела остановиться на ключевых проблемах, почему сегодня так мало проектов. Во-первых, проекты в инфраструктуре должны быть длительные, особенно в водоснабжении. Вот если брать такое понятие старое, как фондоемкость, то водоснабжение и фондоемкость самое высокое среди всей коммунальной отрасли, самое низкое в электроснабжении, потом идет тепло, потом идет водоснабжение. Нормальный срок окупаемости проектов водоснабжения должен быть 20-25 лет. Понятно, что сегодня никто не готов давать такие длинные деньги, а если мы хотим их давать на 7-10 лет, то, соответственно, мы ждем роста тарифа. Вместо 28 рублей закупы воды нужно почти 70 рублей. Понятно, что это невозможно, и никто такие деньги заплатить не сможет. Поэтому, в общем-то, надо думать о софинансировании таких проектов. Кроме того, обращаю внимание, что у нас 416 закон, это закон о водоснабжении, говорит о том, что у нас вся инфраструктура водоснабжения должна быть муниципальная либо государственная. И, в общем-то, написав эти строчки в законе, как мне кажется, законодатель не до конца продумал, а за счет чего же будет развиваться отрасль водоснабжения. Потому что ставим знак равняется и говорим, что ответственный за развитие отрасли водоснабжения бюджет. Муниципальный, региональный, федеральный, тот, который имеет эту собственность. Потому что сегодня даже в залог банку, либо любой инвестиционной структуре, вы не сможете передать объекты водоснабжения. Только концессия, но она, возможно, в крупных городах, и то не везде, я бы сказала, потому что концессия все-таки рискованный такой инструмент государственно-частного партнерства, притом рискованный для двух сторон. А вот никакие там болты и другие способы государственно-частного партнерства в этом случае не работают у нас в водоснабжении. И, в общем-то, получается, мы смотрели мировую практику, и там, где в тех странах, где тоже приняты аналогичные законы, все-таки развитие системы водоснабжения, в том числе и в Германии, она идет через муниципальные бюджеты. Муниципальные бюджеты являются заемщиками, строят и передают на эксплуатацию, и, естественно, потом, с учетом того, что эти деньги будут возвращены в стоимости платы воды, но в течение 20-25 лет. У нас система до конца не продумана, и вот наше понимание того, что все-таки должно быть софинансирование со стороны бюджетов, и те регионы, которые над этим задумываются, так и делают. Дальше у нас недостаточно сегодня техническая проработка тех проектов, которые приходят, и мы понимаем, что приходит в банк заемщик, либо к инвестору, да и говорит, что хочу делать проект, у него плохо проработана техническая документация, это особенно касается мелких населенных пунктов. Мне кажется, в стране не мешало бы иметь систему грантов, это могут быть в том числе региональные гранты, если позволяют бюджеты такое, но лучше бы федеральные, которые бы давали деньги на разработку технической документации, которая была бы потом уже приемлема. На этом принципе работали в нашей стране международные финансовые структуры, ЭФСИ и БРД, на этом принципе работает энергетическое агентство ДЭНа в Германии. Они сначала делают проекты, потом эти проекты продают. И про переход к долгосрочному тарифному регулированию я сказала, я на самом деле призываю региональные власти внимательно подумать, и уже в этом году первые долгосрочные тарифы в тех местах, где возможно окупаемость проектов устанавливать. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну вот про водоснабжение я уже сказала, что сегодня у нас вот большая проблема водоснабжения именно в законодательстве. Еще бы я хотела обратить внимание на то, что у нас сегодня, поскольку все-таки форум урбанистический, недостаточно хорошо продуманы проекты территориального планирования. Из-за ошибок в этих проектах территориального планирования очень многие проекты инфраструктурные имеют неправильные технические решения. Потому что вот только в городе, по-моему, Санкт-Петербурге я видела проект на таком же совещании территориального планирования, где было написано, что употребление воды будет сокращаться. Везде обещают рост, везде обещают рост потребления тепла, везде обещают рост потребления электроэнергии. Так вот у нас потребление воды с вами за 20 лет упало почти в 4 раза. Я понимаю, что, конечно, ушло очень много промышленных потребителей, но на самом деле и люди начинают меньше пользоваться водой по разным причинам. По причинам того, что и стоить она стала уже не так мало, в некоторых районах особенно, и по причинам того, что технический прогресс идёт, и перемещаются точки нашего пребывания. Мы больше бываем в ресторанах, мы меньше готовим дома. Но там есть такие моменты. И исходя из этого, собственно говоря, у нас сегодня с вами проблема, серьёзная инфраструктурная, это замена диаметров сетей водоснабжения, потому что течение просто плохое. А мы проектируем опять большие мощности, опять проектируем большие мощности, опять проектируем большие объёмы, исходя из старых норм, исходя из старых требований, то есть что совершенно неправильно и неприемлемо. Но кроме того, надо забыть уже, что такое горячее водоснабжение, и, как говорят мои коллеги, четырёхтрубка, потому что, конечно, подготовка горячей воды должна быть в доме, это эффективно, это измеряется, это понятно, становится людям, я имею в виду, в каждом доме подогрев воды должен быть. Ну, следующий слайд, пожалуйста. Ну, чтобы не говорить, что всё плохо, потому что законодательство очень сильно двинулось, я вот расскажу про проект, которым мы очень гордимся, и, как мне кажется, гордится город Владивосток. Всё-таки и благодаря тому, что было ТЭС, все знают проблему канализации во Владивостоке, что раньше это было 2% очистых истоков, сейчас всего 30. Ну, вот с завершением того проекта, в котором, в том числе, участвует Банк Москвы, значит, эта очистка уже будет достигать 78%, что, в общем-то, хороший показатель, потому что в мире 100% нет нигде. Говорят, самое большое 98% в Лондоне, но Питер тоже претендует говорить, что у него 98%. Ну, в общем-то, да. Значит, и цель проекта – это реконструкция и там строительство очистки источных вод. Пожалуйста, следующий слайд быстро покажите. Просто я хочу сказать, что этот проект реализуем на 7 лет были взяты деньги только благодаря тому, что правительство Владивостока и правительство края, поставив перед собой такую цель, да, нашло, в общем-то, средства софинансирования в бюджете, а предприятие, муниципальное предприятие является исполнителем, заказчиком и средства банка здесь являются просто для того, чтобы мы не строили в течение 7 лет, это не был долгострой, что всегда дороже, да, а строительство, срок строительства полтора года, и в течение 7 лет, после этих полутора лет будут возвращаться деньги. Сейчас, в общем-то, есть программа государственная, краевая, да, которая говорит о том, каким образом, за счет чего будет выполняться этот проект. Следующий слайд. Вот такая карта красивая, где мы говорим о том, что сегодня есть проекты, проекты инфраструктурные, в том числе, вот я больше говорила про инфраструктуру коммунальную, про инфраструктуру ЖКХ, но здесь и садики, и больницы, и фоки, что такие проекты организуются, строятся. Хотелось бы, чтобы их было больше, ну и для банка, естественно, а самое главное, для страны, чтобы их было больше, потому что работать и не могут. Но есть возможности все равно, там и бюджетное ограничение, и ограничение платежей, потому что в любом случае, да, любой проект, он имеет экономическую емкость, и не все мы с вами переварим, но на наш взгляд такие проекты должны расти, и вот замена инфраструктуры сетей в ближайшие 5-6 лет должна произойти. А вот на Дальнем Востоке это еще связано с тем, что есть возможность замены вида топлива, что приводит к повышению эффективности. И еще два слова скажу, у меня ничего нет в презентации, что сегодня во Владивостоке, в крае, в Хабаровском крае начинают работать фонды капитального ремонта многоквартирных домов. Это тоже такое новшество в законодательстве, что, в общем-то, даст возможность появиться еще один источник модернизации инфраструктуры нашего жилья. И при планировании инфраструктуры, я имею в виду сетевой инфраструктуры, обязательно надо учитывать, что все-таки такой источник появится, и если мы капитально отремонтируем наши дома, мы все-таки поставим на них счетчики воды, тепла и так далее, то нагрузки изменятся, и центры нагрузок тоже обязательно поменяются. И хотелось бы, чтобы модернизация жилья и модернизация коммунальной инфраструктуры в городах бы синхронизирована была сделана, тогда бы мы с вами, как жители, получили максимальный эффект. Народнохозяйственное такое понятие есть. Спасибо большое. Я прошу прощения, я можно задам вам вопрос. У вас такой очень конкретный доклад, но все-таки я все равно не очень понял. Вообще это гигантская отрасль, огромные деньги. И при этом вы говорите, что 80% предприятий, которые в этой сфере работают, они с отрицательным балансом, то есть это банкроты. Я не могу понять, мы просто мало платим за ЖКХ, или это внутреннее устройство отрасли таково, что она съедает деньги? Просто как банковский работник, скажите мне. Мы недоплачиваем? Мне очень тяжело говорить как банковский работник, потому что в банке я работаю чуть больше года, а ЖКХ занимаюсь всю жизнь. Это все-таки внутренняя структура отрасли. Если не трудно, покажите слайд по структуре платежей. Я просто хочу сказать, какая она должна быть и какая она есть. Это слайд седьмой. Вот этот. Посмотрите, пожалуйста, мы с вами около 24% в стране платим за те самые жилищные услуги, а остальное у нас занимают коммунальные услуги. При хорошей жизни должно быть на 50 на 50. То есть жилищная услуга должна включать в себя такое содержание дома, чтобы коммунальное потребление наше с вами сильно сократилось. Это раз. Два, взаимоотношения в отрасли таковы, что даже когда рассчитывается тариф, он попланово рассчитывается, он несколько не совпадает у нас с вами с фактической жизнью. То есть это условная такая цифра. Что, в общем-то, и правильно. Он не должен там себестоимость один к одному повторять. Но получается огромный кассовый разрыв, на который, вот не платежи вот те самые, на которые не предусмотрены деньги в тарифах на оплату их процентов. И мы вместо того, чтобы тратить эти деньги куда нужно, в том числе на эти вещи тратим. То есть это на самом деле несовершенство структурного регулирования отрасли. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос, Леонид Вильчинский, да? Насколько я понимаю, вот у нас редкий случай, когда у нас есть проект, ну так сказать, из Москвы, касающийся непосредственно Владивостока, да? Вот даже тут три проекта. Это медицинский центр, инфраструктура и тепло. Как вы оцениваете эти проекты? И, ну, насколько они, так сказать, адекватны? И что получится здесь? Можете сказать? Ну, любые проекты, которые внедряются, которые реализуются на территории, допустим, города, они всегда, значит, адекватны, они всегда нужны. Потому что это и рабочие места, это привлечение инвестиций, это, значит, использование местных ресурсов, которые имеются на территории. Поэтому мы, как в городе, поддерживаем их. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я тогда, наверное, предоставлю слово Розалии Терновецкой совершенно другой инфраструктурной проблемой, а именно с проблемой школ. Там менее такой трагической, мне кажется, все-таки, чем ЖКХ, но тем не менее там тоже есть свои проблемы. Пожалуйста. Добрый день. Я хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое мы проводили в КБ «Стрелка» весной этого года. Исследование было посвящено вообще школьному строительству. Оно было выполнено по заказу одного частного девелопера, который планирует создать принципиально новую школу в Новой Москве. Можно следить? Следующий слайд. Да. Большая часть школьных зданий в России построена в период бурного индустриального роста. В тот момент, когда промышленное производство оказалось главным локомотивом экономики, и принцип организации конвейерного производства повсеместно использовался при организации жизни социума. Все было подчинено конкретному графику работы, пространство четко разделялось по функциям, и эта история напрямую касалась также и школы. На слайде мы видим с вами школу в Санкт-Петербурге и завод, и, в принципе, очень напоминающую друг другу историю. То есть школа была устроена по аналогии с заводом, где продукцией были граждане, которые проходили определенную обработку в разных цехах, кабинетах за определенный промежуток времени. Школьный звонок был подобен заводскому гудку, отмечал начало и конец технологических процессов. Следующий слайд. Начиная с конца 80-х годов в мире прошлого века, с наступлением постиндустриальной эпохи, вышеписная модель начала постепенно трансформироваться. Школа стала перестраиваться в ключе многофункциональных центров. Так как это сейчас происходит, например, с торговыми центрами, транспортными узлами, спортивными и научными кластерами, в Европе, например, школа оказалась равноправным городским центром, совмещающим внутри себя массу возможностей и предоставляющих человеку выбор стратегий поведения сценариев повестки дня. Вот здесь на картинке представлена школа в Дании справа. Слева представлена Венецианская площадь, площадь Венеции. То есть здесь у этого пространства много общего в том плане, что человек сам выбирает, что ему здесь делать, ему просто предоставлены условия. И при этом это центр коммуникации определенного сообщества. При этом, если говорить о советской школе, индустриальной школе, то главным отличием от такой структуры организации пространства являлось то, что был принципиально иной способ. Этот способ заключался в том, что для каждой функции было свое помещение. И здесь мы с вами видим актовый зал, библиотеку, учебный кабинет. Это все отдельные помещения. При этом в современных школах часто они объединяются. Идеология таких школ заключается в том, что школа должна воспроизводить не идеального рабочего с определенным менталитетом, а человека, приспособленного жить в современных условиях. И эта идеология в первую очередь отражается, конечно, в архитектуре, школьных зданий в разных странах. Также важной историей при сравнении школы-завода и школы города является то, что повестка дня формируется в разных местах. В школе-завод повестка дня транслируется сверху из кабинета директора либо из спецсовета, когда идет жесткое управление жизнью школе. При этом в школе-город центром формирования повестки дня является главное общественное пространство. И своей архитектурой оно способствует этому. Также важным аспектом жизни школы-города является принцип, по которому он устроен. Это принцип mixed-use. Сегодня на пленарном заседании много говорилось о городе, о том, что это пересечение множества функций. И только так город может устойчиво существовать. Отчасти то же самое касается и школы в постиндустриальном обществе и того центрального общественного пространства, которое в этой школе должно быть. Можно следующий слайд. Также важным аспектом школы постиндустриального общества является уход от классноурочной системы и, в свою очередь, трансформация пространства под эти нужды. Например, справа у школы в Сингапуре, в которой классноурочная система отсутствует, у каждого ученика индивидуальный план занятий. При этом пространство выглядит больше как клуб по интересам, где есть разные ячейки, где дети могут заниматься тем, чем они хотят. Это означает то, что у них интересные задания им дают, у них есть возможность для коммуникации с друг другом, довольно приятные условия созданы, и они работают в системе проекта. То есть когда у детей вместо уроков есть какие-то проекты, при выполнении которых они обучаются. Также важным аспектом школы города является то, что здесь нет функционально пустых пространств, которых много в школе завод, и это обусловлено тем, что, например, в российских школах есть рекреации, в которых, в принципе, нет никаких функций, они способствуют только тому, чтобы пятиклассники выбегали из кабинета, начинали носиться и разбивать друг другу голову, что часто случается. И это связано с тем, что, например, в нашем СНИПе на каждого ребенка в школе должно приходиться два метра рекреации, которая, в принципе, единственная функция, которая выполняет, это коммуникация между кабинетами. С другой стороны, в постиндустриальных школах все пространство наполнено различными функциями, возможно, даже немного развлекательными, но при этом способствующими тому, чтобы дети были заняты чем-то. Управление детьми осуществляется не из кабинета директора, а за счет того, что детям предлагаются различные возможности и различные поведенческие рисунки. Можно следующий слайд? Также важным следующим аспектом является то, что школа-завод — это прежде всего изолированное пространство от городской жизни. То есть если вспомнить сейчас современные наши российские школы, оставшиеся нам от Советского Союза, это чаще всего школы за забором. При этом в развитых странах новые школы строятся прежде всего как комьюнити-центр, архитектура школы показывает, что она открыта для локального сообщества. При этом, например, в Финляндии новые школы, строящиеся, вообще не называют школами, их называют комьюнити-центр. То есть в первую очередь школа становится комьюнити-центром локального сообщества. Люди могут приходить и пользоваться различными сервисами, которые есть у школы, спортивными, питанием, культурой. И получается так, что люди становятся увлеченными в жизнь района, и у них есть место, куда они могут прийти и проводить свой досуг. При этом ценные школы в районе возрастают. Дальше я хотела бы перейти к проблеме российских СНИПов, которые продолжают воспроизводить так называемую школу-завод. Если посмотреть наше законодательство, то получается такая история, что в среднем на ребенка в нашей стране приходится порядка 17 квадратных метров школы на человека. При этом, например, с государственной точки зрения нормальными условиями жизни считается, если на ребенка приходится не менее 10 квадратных метров жилья. Это в Москве. А в Санкт-Петербурге, например, 9 квадратных метров. При этом ребенок в школе проводит только 20% своего времени согласно нашим САНПИНам. У нас получается история, когда общественная жизнь превалирует над частным, и возникает вопрос «Зачем?». А можно следующий слайд? Как вообще эта история получилась, что у нас такие огромные площади в школах? Ну, вообще школьное законодательство в Советском Союзе начало формироваться с 58-го года, и вначале спорта вообще не было в школе, потом он начал постепенно появляться. В итоге мы пришли к тому, что сейчас по нашим нормам на ребенка приходится 15 квадратных метров школы. Но и эта тенденция растет. Что связано со следующей проблемой, которую я хотела бы осветить? Можно следующий слайд? Она связана прежде всего со сменой в ГОСТов. В 2012 году прошла реформа образования, то есть школьная программа изменилась, при этом наши нормы остались прежними, еще практически советскими. Вот. И здесь на этом слайде показан расчет Utilization Index для школы в 1000 человек, где 32 класса. Этот индекс показывает эффективность использования площадей в школе. Вот. Идея его в том, что если у вас единица, это значит, что помещение нагружено до предела. То есть постоянно в этом помещении что-то происходит. Оптимальным считается история, когда помещение нагружено до 80%. Это означает, что школой можно эффективно управлять, и заучь просто не сломает себе мозг, когда будет составлять расписание. Вот. При этом если вот посчитать этот Utilization Index на стандартную школу, получается с той программы, которая у нас сейчас есть, получается такая история, что у нас перегруз по спортивным залам, то есть их не хватает, причем не хватает 2,5 раза. У нас перегружены помещения, это лабораторные классы, при этом универсальные классы не загружены. Это означает, что мы там, ну здесь порядка 60-50% они загружены. Это означает, что мы 50% времени просто в пустую их топим. Вот. При этом если говорить о эксплуатации школы, то, например, в Москве эксплуатация школы стоит порядка 2 евро за квадратный метр в месяц. Вот. Если говорить, ну при этом вот эта история продолжает воспроизводиться в новых школах, и сейчас наше правительство федеральное предпринимает много усилий по развитию школ, по строительству новых школ, принято решение о том, что там в ближайшем будущем наши дети должны перестать учиться во вторую смену, смена должна быть только первой. Это означает, что возрастает количество школьных мест в стране, будут строиться новые школы, и при этом мы продолжаем воспроизводить старую систему неэффективную. Мы строим школы, которые будут топиться в пустую и лишний метр строим, при том, что, например, в Москве сейчас при строительстве новых школ стоимость квадратного метра около 2 тысяч евро за квадратный метр. То есть колоссальные деньги расходуются не совсем эффективно, и уже сейчас назрела, конечно, реформа… Назрели изменения в нормативно-правовой базе строительства школ. И можем последний слайд? Ну и нам кажется, в первую очередь эти изменения должны вноситься, исходя из нескольких принципов, которые здесь обозначены. Это понимание того, что учебный процесс становится гибким, что классно-урочная система себя изживает уже, и в этом случае классы, возможно, должны стать меньше, должны появиться трансформируемые перегородки, которые позволяют трансформировать пространство. А также теряет традиционный пассивный метод преподавания, он как бы не востребован становится, дети больше занимаются индивидуально или в группах, и пространство тоже должно быть под это приспособлено, и мебель должна быть под это приспособлена. И самое главное, это, конечно, полный архитектурный пересмотр концепции школы с позиции того, что должно быть центральное общественное пространство, которое объединяет в себе коммуникации, в котором формируется повестка дня, и которая является центром сообщества не только школы, но и локального сообщества. В принципе, у меня все. Спасибо. Да, спасибо. Розаля, я хотел вас спросить. Вот мы вчера посетили новое здание университета. Там в центре находится вот такое, как я понимаю, не сердце школы, а сердце университета. Очень большой такой зал с видом на море. Но при этом ощущение, что все-таки это какое-то ложное сердце университета, потому что главные события происходят где-то в другом месте, потому что там просто нет ни одного человека, и никакого кипения социальной жизни, похожего на то, что происходит на площади Сан-Марко в Венеции, не наблюдается. Не кажется ли вам, что если мы введем ваши прекрасные школы с вот этим сердцем, будет примерно так же, где-то в кабинете директора все будет решаться, а эти залы будут скорее для того, чтобы привезти президента, показать ему один раз, а потом запереть и больше туда уже никого не пускать. Мне кажется, здесь есть два ответа. С одной стороны, возникает вопрос к организации самого конкретного университета, ДФУ. Возможно, там как-то потоки так устроены, что в итоге ты приходишь в это сердце, оно пустое. То есть, возможно, потоки ходят где-то в другом месте, то есть что-то по-другому сделано. Но мы их не встретили. Да, мы их не встретили. А вот на вторую часть вашего вопроса о президенте, о том, что все-таки повестка дня формируется где-то, видимо, в другом месте, там, но это вопрос к управлению университетом. Если в университете будет больше свободы для творчества и для инициатив студентов, и будет показано, что если человек что-то сам делает, это хорошо, это круто, и появятся местные лидеры студенческие, которые будут что-то производить, транслировать в этом общественном пространстве, то жизнь постепенно закипит. То есть надежды есть. Да, мне кажется, да. Это вопрос к менеджменту университета, как оно себя позиционирует. А еще вы сказали, что, значит, 15 метров у нас на школьника в Москве. Сказать, что это много. А сколько достаточно? Например, в Китае около 7 метров, при этом… 7? Подождите. В Китае около 7 метров, при этом по рейтингу ПИСА, это довольно эффективный степень образования. Первое место. Да, первое место. В Англии около 10 квадратных метров на человека, в Финляндии 12. Спасибо, да, понятно. То есть на школу в 1000 метров мы делаем лишних примерно 700 метров на площади. Да, и это… 15, то есть сколько получается? На 2000 евро. То есть если мы сократим, это будет правильно, да? Да, да, конечно. То есть это будет правильно с точки зрения образовательного процесса, потому что он изменился, и с точки зрения эффективности расходования средств и дальнейшей эксплуатации, потому что сейчас наши школы… Ну, актовый зал в школе используется реально там 8 раз в год. Это означает, что там 8 дней он задействован, ну, то есть там он задействован на 30%, если учесть еще, что там происходят какие-то репетиции, но в целом он простаивает, при этом мы его топим, делаем там ремонты. То есть, как вы сказали, 2000 евро стоит квадратный метр в Москве, то есть на школу в 1000 человек получается, что мы тратим лишних, что ли, 15 миллионов евро? 20 миллионов? 15-14 долларов. На каждую школу? Подождите, 2000 метров? Почему? Нет, 2000 за строительство? Могу, наверное, а вы не могли бы меня перебивать, или вы хотите сами выступить? А тогда чего вы сидите? Ну, у вас какая вот сейчас вопрос, почему вы меня перебиваете? Мы про школу говорим, это довольно важный элемент инфраструктуры. Я бы хотел вам заметить, что мы на каждой школе тратим лишних, как нам докладывает докладчик, 15 миллионов евро, это довольно большие деньги. Вы какой вопрос хотели обсудить? Ну, вы меня перебили, вы ответите. У вас больше нет вопросов? Благодарю вас. Да, с нуля получается 20 миллионов. Ну, как-то странно, да? Именно я это и пытаюсь понять. Хорошо, спасибо вам большое, Розадя. Спасибо. Значит, теперь мы переходим к вопросам более приятным, вопросам экологии. Стэнли Ланг, партнер группы из Китая по вопросам экологии и, насколько я понимаю, безопасности. А, нет, состояние нобиоти, да, и устойчивости. Пожалуйста. Какая? Хорошо. Хорошо. Good afternoon, everyone. Это мой хренries с этим и нашим форумомедикам. Спасибо за москорюбин параметры, и другие параметры, и многие гостеры, и все люди из-за этого происходит. Я в Хонг-Конг. Я работаю в Беїгинг, работаю за компанию called TurenScape. Ту и «лен» в Тинском И то, как он прикреплён к земле. Итак, чем занимается наш офис? Мы занимаемся планированием урбанистическим. Мы разрабатываем офисное пространство. Мы видим всё это, как оно взаимодействует между собой, как оно интегрирует все компоненты, включая проблемы, особенности в Китае. Урбанизация и расширение области территории городов. Это происходит везде. Все наши города растут. В Китае порядка 53% людей живёт в городах. И ежегодный рост городского населения составляет 2,85% населения. В России большая часть населения живёт в городах, в особенности в Москве. Порядка 73% населения России живёт в городах. Как мы должны тогда разрабатывать инфраструктуру города для того, чтобы она была устойчивой для этого населения, чтобы в нём было достаточное количество зелёных пространств? В Китае мы осуществили большое количество ошибок при планировании инфраструктуры. Дело в том, что мы перекрыли, зацементировали большое количество рек, чтобы предотвратить затопление. Но сама структура создания городов мечты и того, что мы называем красивым, идентичности нашей китайской. Вот если вы посмотрите на снимки справа, то там увидено, что здания могли бы быть построены в любой части мира, не обязательно в Китае. И мы называем эту проблему «урбанизм». Итак, теперь вот здесь показаны фотографии так называемых обмотанных ног. Дело в том, что в Китае с древних времён считалась красивой женская нога. В случае, если она будет обмотана, и это приводило к трансформации стопы, вот такая вот стопа в Китае считалась красивой. То есть, среди дворянства она считалась идеальной нога. И такая традиция существовала в течение многих-многих веков. И поэтому, когда мы обматывали, бинтовали ноги своим девочкам, это приводило к тому, что, по сути, они переставали быть продуктивным членом общества. Они были не продуктивны, не здоровы, но красивы. Это так называемая «малая стопа». Если мы посмотрим на большую стопу или на естественную стопу, которая не трансформирована этим перематыванием, то она, безусловно, более здоровая, более продуктивная. Но с точки зрения средневекового китайца она считалась вульгарной и деревенской. Поэтому сейчас на этом слайде я хотел бы показать, с какими проблемами сталкиваются наши сообщества, наши города. На этом слайде показана Россия и Китай. Китай, по сути, проходя процессы урбанизации, стал страной с перебинтованной ногой. То есть нам необходима революция для того, чтобы изменить подход. Поэтому с красивого подхода перебинтованной ноги нам необходимо переходить на естественную стопу, которая является более продуктивной и более здоровой. То есть вот здесь вот показан мастер-план того, как необходимо изменить городское планирование, традиционную его концепцию, для того, чтобы мы должны сочетать между собой биоразнообразие, географию, экологию. И все эти компоненты должны включены быть в городское планирование. И мы называем это безопасным планированием города. То есть именно это позволит создавать качественную инфраструктуру зеленого типа, которая бы обеспечивала зеленый рост городов. То есть нам необходимо полностью пересмотреть то, как мы развиваем наши города. И первый проект, который я в этой связи хотел бы вам показать, это проект правительства. В Китае, поскольку мы постоянно расширяемся, расширяется строительство, нам необходимо знать, как это строительство в будущем расширять. То есть принимая во внимание географию, доступность водных ресурсов, эрозии почв. Мы не подходим к планированию города только с точки зрения инфраструктурной. Мы рассматриваем весь комплекс научных подходов. Вот здесь вот показано, как на уровне всей страны показывается указание органов власти, в какой части Китая нужно строить новые города для того, чтобы развитие страны было устойчивым. То есть мы с национального уровня переходим на муниципальный. Здесь показана карта Пекина. И мы обращаемся к правительству с просьбой развивать экологическую инфраструктуру. То есть гидрология, география, все остальные факторы принимаются во внимание здесь. И мы вырабатываем три различных сценария развития города. То есть мы показываем, насколько необходимо осуществлять развитие города. Здесь показано очень много белых пространств, еще не занятых инфраструктурой. Показана ограниченная экологическая инфраструктура. Как сделать, обеспечить то, чтобы при развитии этой инфраструктуры оставалось. А здесь показан идеальный город, где природа и люди живут вместе, сочетают свою жизнь. И мы здесь как раз рассматриваем вопрос того, как развитие городов должно осуществляться. С точки зрения среднего уровня строительства в стране, мы здесь разработали мастер-план города. Сейчас он разрабатывается. Порядка 200 таких городов будет построено в ближайшие 20-30 лет. Как мы создаем рамки развития города с точки зрения устойчивости его развития. Здесь показаны те же процессы. Мы производим оценку экологического коридора. Планируем культурную инфраструктуру с точки зрения культуры. Поскольку мы должны определить, где должны располагаться школы, где должны располагаться офисы. И с точки зрения этой оценки очень многое определяет то, как будет проходить развитие города. Поскольку должно производиться одновременно. И мы разрабатываем систему подачи воды, доступности воды на территории города. Мы хотим, чтобы вода более естественным образом протекала внутри города. Мы также смотрим на то, как мы сочетаем природу и инфраструктуру. Сейчас хотел бы показать еще один проект, который называется «Мать река» Mother River. Это река длиной в 13 километров. Она практически пересохла. Это, по сути, река сточная, куда выливали в хозяйственные стоки большое количество домовладений. Как мы разрабатываем проект этой реки так, чтобы у нас появилась красивая набережная? То есть вот так вот эта набережная, красивое, восстановленное русло реки и осуществляется. То есть мы изучаем исторический аспект, как река в последние годы находилась, где было ее русло. То есть мы осуществляем математическую модель, которая бы показывала, как рекла может течь по городу. Чтобы она рекла плавно, чтобы не было бурного тока этой реки. То есть мы создаем, по сути, экологическую систему, в которой мы не хотим, чтобы были просто стеклянно-бетонные джунгли. Если мы сможем это сделать, то мы улучшим философию того, насколько экологичен город, благодаря тому, как по нему протекает река. И мы направляем поток воды в русло реки для того, чтобы восстановить его естественность. С этой точки зрения река, которая была сточная, которая выносила стоки всего города, она превращается в красивое место экологичное. Сейчас, после восстановления экологического русла реки, мы используем планы, которые бы... Река становится тем местом, куда могут люди пройти, которые могут даже потрогать ее. Мы, поскольку это крупный парк, большая часть, много денег требуется на то, чтобы обеспечивать издержки этой реки. То есть сейчас мы видим, как природа побеждает в городе, как люди приходят и наслаждаются рекой. Последний проект, который я хотел бы вам показать, в провинции Джейдзян, которая постоянно подвержена различным наводнениям, проект называется «Подружись с наводнением». Здесь эта проблема решена следующим образом. То есть бетонное русло реки, они позволяют ей разливаться. Ну как так? Мы построили бетонное русло реки, а наводнения нас все равно мучают. Дело в том, что мы, когда делаем рукав русла в бетонном виде, мы на самом деле не избегаем проблемы наводнения, а просто этот поток воды пускаем в отдельное бетонное русло. Если бы мы делали это более естественным образом, мы бы предусмотрели большее количество карманов, в которые может затекать вода. И вот этот проект мы реализовали, и при наводнениях оказывается, что сейчас, когда есть у воды куда затечь, не столь проблемным становится наводнение. То есть в течение, на будущее, на десятилетия вперед мы решили проблему затоплений и наводнений. Благодаря лишь тому, что на начальной стадии, когда мы планировали город, мы вот так его построили. То есть вот здесь вот различные парки, которые становятся так называющими плавающими парками, которые могут затопляться во время наводнений. Вот дошли мы до конца презентации, здесь поставлен знак вопрос, как делать в России, не делать те же ошибок, которые мы совершили в Китае, когда вы планируете развивать отдельные регионы страны. То есть необходимо найти правильный подход к планированию, то, как мы разрабатываем проекты экологические, как мы вообще саму экологию планируем для того, чтобы у нас было устойчивое будущее. Спасибо. Стэнли, большое спасибо за потрясающую презентацию. У меня к вам вопрос. Вы сказали, что вы делаете предложение по разработке новых городов. Я не очень понимаю следующее. В Китае у вас что? Нет каких-то ГОСТов, общегосударственных стандартов, норм, для того, чтобы, которые бы описывали, как необходимо осуществлять строительство русл реки. Поскольку в России все эти вопросы регулируются очень сильно государственными нормами. Это очень интересный вопрос, поскольку у нас, конечно же, есть регулирование, строительные нормы. То есть правила и нормы у нас есть. Но поскольку в Китае система другая, и распределение полномочий между различными органами власти разное, то есть есть государственный уровень. А если на высочайшем уровне принимается решение, то проект, безусловно, начинает сразу реализовываться. То есть если на федеральном уровне принимается решение, то обсуждения особенно нет. То есть у нас порядка разработаны планы по строительству 200 экогородов, и мы продвигаем эту идею. Когда мы начали изначально ее продвигать, она у нас не сильно пошла. То есть 1 или 2% городов, проектов застройки городов, занималось экологическими городами. Но сейчас, основываясь на отрицательном опыте, правительство принимает новые нормы, которые бы стимулировали развитие экологических городов. И это очень хорошо для самих городов, для администрации городов. И руководитель нашей компании является преподавателем в Пекинском университете. Он преподает архитектуру, городское планирование. То есть он студентам как раз и преподносит более качественные практики того, как осуществлять городское планирование. И мы верим в то, что надо не только снизу идти, не только с уровня маленьких деревень, где появятся большие города, но и сверху тоже, с государственного уровня. То есть движение двунаправленное. Большое вам спасибо. В 17 веке, когда в Италии строили Собор Святого Петра, в Испании строили Искариал, жалкие голодранцы в Голландии и в Англии строили дешевые корабли, чтобы плавать, строили причалы, чтобы торговать, развивали дешёвое ткацкое производство для всех же самых целей. Наверное, через 100-150 лет они тоже будут строить великие храмы. Сегодня проекты по фантастической реконструкции городов Дальнего Востока мне очень напоминают ситуацию, что если бы в XVI веке англичане вместо того, чтобы строить корабли и причалы, стали бы строить Искариал. Я думаю, что Англии бы в этот момент не было. Спасибо. Спасибо. Но, может быть, это некоторая разница национального характера. В англо-саксонской традиции приняты периоды процветания ознаменовывать географическими открытиями и территориальными присоединениями. Скажем так, у нас по-другому. Анатолий, я хотел вас спросить. Вы видите ситуацию во Владивостоке лучше, вот в Китае так. Как здесь вот с этим? Ну, очень интересная тема, конечно, потому что, как я понимаю, мы говорим об инфраструктурах вообще, потому что сначала говорили о инженерной инфраструктуре, потом перебросились на социальную, тут еще и транспортная там есть, и все-все-все. Конечно, это вопросы все очень-очень интересные, и, наверное, специфика есть в том числе и для нашей страны, и для нашего города особенно. Потому что, если нам говорили о там эстетике маленькой ноги и большой ноги, и показали вот тот проект, то я немножечко так увидел опять эстетику малой ноги. Вот когда показали проект, во что это выливается, такая плотная-плотная застройка, которая покрывает вообще все, и тогда возникает необходимость некой вот такой зеленой экологической оси, создания, воссоздания общественного пространства. А жилая среда рядом, она такая вот немножко сжатая, так как перемотанная вот эта вот маленькая там ножка, китайская женщина. Поэтому я думаю, что у нас это вряд ли как бы, да, нужно вот такие пространства. У нас есть, кстати говоря, там и видения по нашим рекам, которые превратились в Владивосток, в частности, ну фактически в сточные там как бы водоемы. Там это река Объяснений, первая речка, вторая речка. И у нас есть, собственно, мысли такие, и как это можно сделать, то есть зло превратить во благо, скажем, некоторым образом это корреспондируется с тем, о чем говорили. Что касается инфраструктуры социальной, да, то тут тоже определенная специфика, потому что, вот скажем, у нас есть застроенные территории, да, и мы делаем проект планировки территории, вот уже застроенные городской территории, там, где школы уже сформировались, да, но, тем не менее, новыми проектами нужно предусматривать полноценное обеспечение, ну если это жилые районы, да, школами и детскими садами. Школы уже сформировались, и они сейчас, как правило, недогружены все, а детских садов нет, да, то есть потому что они ушли в свое время, да, поменяли профиль, с большим трудом часть из них удалось вернуть, и в лоно, там, этих детских дошкольных учреждений, но сейчас получается, что, скажем, по социальной инфраструктуре нужно уже, планируя в застроенных территориях развитие какой-то жилой среды, уже наличие мест временного примывания детей, не классических вот этих детских дошкольных учреждений, при наличии тех же самых школ, потому что вот у нас проект планировки полуострова Шкота, и там идет постоянное насыщение дополнительно жильем уже, а школ там всего три школы на полуострове, и больше их там не может быть, потому что школа предполагает большую территорию, ну, вспомогательную, спортивную ядро и так далее, и они загружены, эти школы, как правило, на три, вот, то есть, а если речь идет о местах, скажем, комплексного освоения новых под жилищное строительство, тогда вот справедливо все вот то, о чем говорили, то есть вот у нас есть определенный опыт, в этом плане, в городе, это уникально, наверное, в стране, это впервые за 25 лет, да, у нас уже вот такой жилой район, снеговая патья из нескольких микрорайонов, где новые школы построены, и мы уже знаем, что там так, что не так, и детских дошкольных учреждений. Я бы хотел еще вот один момент касательно инженерной инфраструктуры, так, чуть-чуть, который... Да можно и не чуть-чуть. Меня очень, как бы, так заботит, как архитектор, потому что это вопрос энергообеспечения города и тех распределительных сетей, которые имеют место быть сейчас, да. Два с половиной года назад, тут Александр Николаевич Юров не даст мне соврать, наверное, появился нормативный документ, который запрещает, скажем, воздушные линии высоковольтные, да, в жилых и общественно-деловых зонах. Но это вновь, скажем, проектируемых, строящихся и так далее. А ведь у нас достаточно много вот этих высоковольтных линий, причем очень приличных, там 35 кВ, 110 кВ, которые идут даже в центре города. И первое, они создают там дискомфорт для проживания, да, электромагнитные поля. Второе, они, как у Ильфа и Петрова, и воздух тоже не озонировали, да, то есть и облик города тоже эти высоковольтные линии тоже не украшают. А потом они исключают громадную территорию, суммарно, да, потому что есть охранные зоны в этих, скажем, линии. И сейчас вопрос я какой? То, что, наверное, должны быть предусмотрены у вот этих распределительных там сетей компаний, владельцев, да, средства, которые планово предполагают, скажем, перенесение этих линий в кабельный вариант, который уже позволит эффективно использовать и городскую территорию и создадут более экологические какие-то… А почему это должны делать компании? Ну, это, наверное, должен быть, я не знаю, компания это или нет, но тот… Ну, просто в Москве ситуация очень простая. Килом, значит, там 100 метров стоит полмиллиона долларов перенос этого в кабель, соответственно, это становится на цену территории, ну и все, пожалуйста, девелопер может ее покупать, заносить ее в кабель и застраивать. Просто это, ну, иногда это невыгодно, иногда выгодно даже очень. Ну, по факту это у нас происходит примерно так и у нас. То есть на отдельных каких-то кусках это делает застройщик, но поскольку это очень финансово емкий процесс, и это… то тут, наверное, должен быть некий другой… Ну, а иначе они тогда просто эту цену энергии зашьют, она у вас и так, черт знает какая, еще будет дороже. Если они будут это делать, то тогда потребитель будет платить за эту историю. А так оно получается. То, что по факту та территория, которая предлагается для освоения, ее стоимость освоения возрастает. Ну да, то есть платят те, кто осваивает территорию, или платят все. Это вот такой выбор. Тут что справедливее, мне не очень понятно. Ну, а на выходе качества городской среды это потребители, которые являются все. Простите, я вас перебил. Вы завершили? Да, я тоже. Все, да. Я как раз полагаю, у нас лимит по времени есть, да? Ну, пока, я так понимаю, мы еще не выпадаем. У нас еще сколько, 20 минут, да? Да. А что касается вот того, что обсуждали по дальневосточному федеральному университету, и как, ну, так или иначе, там, участвовавшие в формировании, там, генерального плана, там, этого комплекса с проектировщиками, мы говорили о конкретном здании, скажем, мне представляется, что вот это здание главное, вот тот атриум, о котором вы говорили, это, ну, наверное, без него нельзя было, потому что, в самом деле, своего рода там, вот, как пьяцца де Сан-Марко, как форум Романум, да, в Риме, то есть это центральное место всего этого комплекса. И он же спроектирован уже дальше, вот эти учебные корпуса по нормативам нашим, да, и там достаточно грустно внутри, потому что там вот эти отсеки противопожарные, и там заблудишься, и там в эти, ну, какие-то такие уныло-рациональные, вот эти коридоры там какие-то, а вот такая рекреация, она, ну, такое общественное пространство, она символ, да, там, может быть, не нашли еще, скажем, формы заполнения, насыщения интересного, но основа для этого есть, причем основа такая эндемичная, специфичная, то есть это атриум, который направлен на пролив Босфор-Восточный, на бухту Аякс, просто нужно его, ну, доосвоить, это пространство, и то, что оно контрастом вот с этими утилитарными учебными, это, ну, на мой взгляд, хорошо. Да, нет, к пространству-то никаких претензий, просто, ну, может, оно как-то не там расположено. Валерий Клементьевич, он профессор, член-корреспондент Академии архитектуры, и он завкафедрой этого университета. Валерий Клементьевич, эксплуатирующий это здание, я могу сказать, что дело в том, что здание создавалось как все-таки объект саммитовский, поэтому у него одно сердце, большое на всю страну, да, а структура-то университета состоит из школ, и нужно многосердечное здание. Тогда будет удобно и приятно учиться в нем. А сейчас получилось так, что там, где мы учимся, вот там, где, например, архитекты учатся, неудобно, потому что нету пространства, рекреации для того, чтобы можно было показать то, что мы делаем. А вот… А почему вы главным атриумом это не показываете? Ну, главным атриумом обычно… Ну, он у нас функционирует, вы не в курсе, там все время происходят какие-то мероприятия. Это отдалено от нас, это будет все равно такой официоз, да, ну, там будут ходить люди смотреть, а вот такая рабочая, живая, вечно пополняющаяся экспозиция, она должна быть приближена к местам жилья и пользования, как говорится. Спасибо. А можно я тогда вам еще задам вопрос? Мы вчера смотрели вот памятник Кириллу Мефодию, и там сзади находилось ваше старое здание. Ну, да, вот я завтра этого памятник. Да, да, я хочу спросить, а вот, ну, вам, вот старое… Ну, как вам лучше было, по вашему ощущению, в старом здании или там вот вы переехали? Ну, этот вопрос сложный. Или он такой, извините, если он бестактный, я тогда… Нет, почему нормальный вопрос, все вопросы нормальные, бестактных не бывает. Старое здание, оно, конечно, было комфортнее почему, потому что оно находилось в городе. И студентам было удобно, потому что они все время имели связь с культурным пространством и функциональную, культурную, так сказать. Там мы как бы в резервации. А для архитектора у нас, как раз, аудитории выходили на эту бухту. И это своеобразный учебник, да, своеобразная школа, так сказать. А, ну, конечно, комфорта больше в новом здании. Там еще немножко… Физического комфорта, чистоты побольше, но что-то потерялось. Что вот то, что вы там делали благоустройство, там, ну, такой памятник, и, соответственно, это все же погибает просто. Ну, вот, к сожалению, это, да, там не только два памятника. Один памятник, который в дружбе городов по братевам Сан-Диего в Владивостоке, его строили студенты. Он частично попал, так сказать, в нож вот этой, ну, там, проходящей дороги. А второе, вот этот памятник Кириллу Мефодию, который был сделан до того, как возникли мосты. И, как ни странно, мы тогда уже его планировали с такими растяжками, чтобы какую-то… Вот сейчас семантика моста и семантика этого памятника как-то, они немножко там сближены. Ну, конечно, это что-то кусочек нашего сердца, который там остался. Ну, в принципе, для города… Спасибо. Леонид, вы хотели еще что-то сказать, да? Я хотел добавить, Анатолий Иванович, он тут выступал, значит, по инфраструктуру, тоже немножко сказать о дорожной инфраструктуре. Вот выступал вначале на первой части Леонид, млякер, мой сосед, да, и он сказал такую, очень мне запомнилась фраза, что от развития дорожного направления зависит во многом развитие территорий. Вот, поэтому я не хочу, допустим, так сказать, умолить все остальные значения, но построив, допустим, школу или построив там детский сад, этим объектом будет пользоваться 500 человек, 1000 человек. Вот, если мы построим хорошую дорогу в городе, то этой дорогой будут пользоваться десятки тысяч пользователей человек. То есть, я считаю, что нужно, вот как говорил Илья Иванович, что первоочередное внимание уделять развитию дорожной инфраструктуры, потому что она за собой потянет все. Это и развитие сектора, значит, развитие строительных материалов, это и рабочие места, там, это и машины, механизмы и так далее, и так далее. Не говоря уже о других параметрах, это безопасность движения, это и экология, то, что тут было высказано, это и снижение затрат на перевозку там грузов, пассажиров и так далее. То есть, целый комплекс вопросов. У нас в Владивостоке, вот, в преддверии саммита были построены, вы видели, многие такие красивые, хорошие дороги, были построены мосты, что, конечно, значительно улучшило транспортную составляющую, вот, частично разгрузило город. Вот, построив эту дорогу, у нас улучшил работу свой наш рыбный порт, который повысил, значит, грузооборот. Вот, сегодня, если говорить о экономике, в Дальневосточной таможне 50, там где-то 52 или 54 процента таможенных сборов даёт Владивостокский морской порт. Если мы улучшим, значит, транспортное обеспечение данного предприятия, это значительно повысит и платежи поступления в бюджет, это и скажется на том, что, если мы часть транспорта выведем из города, направим по другому направлению, это и также, значит, обеспечение, улучшение условий жизни в городе. В этом плане администрация города Владивостока, значит, продвигает, двигает сегодня такой проект, такую, значит, идею, это, значит, строительство дороги в КАД. Ну, в КАД это чисто такое, можно сказать, политическое название, там у неё техническое название другое, длинное, вот, поэтому как-то при… в КАД оно более легче при так вот рассказе слово использовать. Вот, что это за проект, значит, этот проект, примерно, мы уже в этом плане проработали, были рассмотрены различные варианты коридоры прохождения дороги, вот, были рассмотрены различные технические, так сказать, её параметры этого сооружения. Сегодня на этом я останавливаться не буду, там потому что были и «за», и «против», вот, но сегодня технические параметры – это не главное, потому что они будут потом уточняться уже на стадии разработки проектной документации, рабочей документации. Сегодня главная эта дорога, что может дать городу. Во-первых, то, что, как я говорил вначале, мы сможем улучшить работу морского порта, разузить его работу, весь грузовой транспорт вывезти за черту города, пустить по новой дороге через новый мост на остров Русский и так далее, в Клиницей. Этот проект ВКАД органично вписывается в краевую программу. Есть в краевой программе такой транспортный коридор «Приморье-1», который ВКАД «Приморье-1», он, как бы сказать, взаимно будет увязан, и, как бы сказать, ВКАД будет чем-то дополнять «Приморье-1». Этот объект ещё чем он хорош, хотя его протяжённость большая, 20 километров. Его стоимость, конечно, большая. По укрупнённым показателям, то, что мы разработали, где-то порядка 55 миллиардов рублей. Может быть, будет и больше с учётом наших, так сказать, инфляций и так далее, к периоду строительства. Но главное, что он разбит на этапы. Каждый этап можно запускать в работу индивидуально, не увязываясь со всем объектом. Построили один этап, он уже в работе, он уже работает, он уже даёт отдачу. Построили второй этап, он в работе даёт отдачу и так далее. Можно параллельно, можно последовательно это строить. Мы получим что? Мы получим в итоге значительное сокращение времени транспортировки грузов. Мы повысим грузопотоки. Мы снизим себестоимость работ, экология и так далее. То есть вот это сегодня тот проект транспортной инфраструктуры. Ещё раз хочу повторить слова Леонида. Он говорил, что кто-то строит храмы, кто-то строит корабли для экономики. Мы решили, что храмы это хорошо, но надо построить корабли, дороги, которые будут, вернее, дороги будут кораблём нашей экономики, развития нашей экономики. Хотел про Дениска. Два слова. Алексей Ким, Примор Гражданпроект. К вопросу об основной теме инфраструктуры. Я понимаю, это инженерные сети и транспорт. В эту сессию включили также все социальные инфраструктуры. Я так понимаю, что если мы говорим об инфраструктуре, то нужно по крайней мере понимать, какой инфраструктурой мы обладаем. То есть я к тому, что, насколько мне известно, ни в одном муниципальном образовании Приморья нет автоматизированной информационной системы по инженерным сетям и транспорту. То есть всё, как обычно, на отдельными какими-то предприятиями эксплуатационными, в отдельных администрациях, всё ведётся совершенно разрозненно и отдельно, и единой картины нет, которая позволяет нам какую-то аналитику делать. Поэтому, говоря об инфраструктуре, сначала, видимо, нужно создать автоматизированную систему, поставить всё на учёт, мониторить, закладывать туда проектные решения. И уже потом, опираясь на это, видимо, должен быть какой-то единый оператор на весь край. И после этого уже какие-то выносить квалифицированные решения. Спасибо. Галигорий, можно пару слов? А, да, да, конечно. Вот тут, значит, про деньги. Я вот упустил, значит, когда рассказывал про ВКАД. Самое главное, что мы сегодня не просим деньги у федерального центра, мы говорим, не надо. Мы проводим сегодня работу по выбору инвестора. Это у нас работа уже, так сказать, на стадии, ну, почти завершения. И есть, так сказать, инвесторы, и наши, и российские, и зарубежные, готовые сегодня прийти, вложить свои средства в строительство вот этого объекта. Дорогу ему. Дорогу, да. Я говорю сегодня про дорогу, про ВКАД. Потом, если федеральный центр бюджет захочет помочь, выделить, допустим, там какую-то часть, там процент, свое софинансирование, то это, конечно, значительно облегчит, так сказать, инвестора будущие там платежи за дорогу. Понятно, что если придет инвестор, дорога будет платная, потому что он уже не будет просто откладывать средства. Поэтому мы сегодня эту работу проводим на выбор инвестора, и она уже на стадии завершения. Понял, спасибо. Вы хотели, да, микрофон, будьте любезны. Нас назвали экспертами. Пожалуйста. Красиво, конечно. Я представляю Хабаровск, мэр города Хабаровска, Соколов. И, конечно, хотелось бы, в общем-то, немножко внести практики в разговор. Ну, наверное, первое. Идет поиск путей эффективного, в общем-то, поиска управления всеми процессами, в том числе на муниципальном уровне, развитием. И при этом, конечно, идет процесс постоянного реформирования. Это неправильно. Нельзя жить в процессе постоянных реформ. За один период выборный мэра Владивостока за четыре года пережить пять реформ – это неправильно. Поэтому мы должны вырабатывать рекомендации, которые позволяли бы отлаживать систему управления. В 90-е годы, когда была разработана эта система управления, часть законов перевели с английского на русский, предложили эту модель. К сожалению, сегодня не та новая, не та старая модели, значит, не дают эффекта. И вот попытка, я сегодня услышал, изменить полномочия города при море, они не дадут желаемого результата. Изъять землю, генеральные планы, планы развития, земельные отношения через семь, через пять-семь лет будут возвращаться обратно, потеряв десяток лет. Это в стране уже бывало. Такие эксперименты по стране у нас уже ходили. В том числе те, кто первыми перешли на сети менеджерства, сегодня уже переходят обратно. Потому что стоит задача включить население, людей в процессы. Психология должна стать другой. А у нас психология такая, когда вот, ну, Леонид сказал о том, что, ну, переведя его слова, я скажу, что первичнее, потребление или развитие. Естественно, совместно должны решаться вопросы, сколько денег проесть, а на сколько денег развиваться. И, естественно, надо выбирать, наверное, прежде всего те аспекты, которые крайне важны. Ну, социальную сферу затронули, я о ней не буду. А на примере Хабаровска скажу, что, ну, конечно, мы таких денег не видели, не увидим. Да и вообще не таких денег, никаких не видели. Да, практически приходится искать пути зарабатывания средств за рамками бюджета. Город от миллиарда до полутора за рамками бюджета зарабатывает. Кто-то критикует, а кто-то доволен, что у нас собственного муниципального много. И управление строится по принципу управления. В прошлом году сдали кирпичный завод, сразу на 30% уронили рыночную цену кирпича. Завод теплостенных блоков сразу уронили в два раза цену на эти материалы. Собственные строительные компании, муниципальные, цену рынка на жилье сбивают. И если мы под ключ сдаем 48 тысяч, Хабаровске очень высокие цены на жилье, то рыночная 85 и так далее. В стране нужно определяться, какой же моделью управления. У нас сейчас идет обратный процесс. Мы посмотрели, как на Западе, давай сити вводить. Лондон был введен, помните, прямое управление правительственное. Наелись, возвращаются обратно. Мы сегодня делаем то, что люди уже лбы порасшибали. Идем опять, конечно же, этой дорогой. Конечно же, опыт Китая чем хорош? Умные дела делаться должны быстро. И по воле, конечно, решений идет развитие. Пока мы догоним нашу нормативную базу под то, что мы хотим сделать сегодня, десятилетия уходят. Конечно, детский сад, сегодня мы строим детский сад за рамками мечты санаториев советского времени. Бассейн. Если кухонный блок, то это на полк солдат. С четырехкратным запасом энергомощности. Мармиты. Значит, современнейшее оборудование. И все это используется. Хорошо, если цена одного ребенка миллион рублей. А если там, где три миллиона рублей. То есть, вот опять шутка у Леонида. Она не шутка, а в ней скрыто много правды. Что первичнее? Давайте подумаем, как мы вложим рубль и что на него получим. Рубль, который проели, мы на него уже ничего не получим. Естественно, сочетание должно быть. Ну и, конечно, вот как пример. Не 30 лет назад Владивосток утратил вот те аспекты, значит, планировочных решений. А скажу, ну, поменьше. 22-24, наверное, года. Это как раз модель. А кто же будет управлять? Чем меньше полномочий оставляют у муниципалитета, тем меньше система городского населения будет включена в решение вопроса. От психологии, то, что там вот под черепной коробкой находится, зависит очень многое. Вот вы заметили, психология владивостокских жителей, она с развитием поменялась. Это уже психология стремления к чему-то, созидания, ушло упадничество. Поэтому крайне важно, какой будет психология. Но невозможно за психология такова. Мы платим налоги, дайте нам дороги. Итак, вот Владивосток собирает, грубо говоря, ну, там, ну, мы в городе, 700 миллионов дорожного фонда, оставляют 70 миллионов. Только обслуживание дорог стоит 3 миллиарда 800 миллионов. Только обслуживание. А хотелось бы, чтобы оно было качественным. Это все. Это газон, бордюр, озеленение, освещение, фасад и так далее. Поэтому давайте поймем, чего мы хотим. И средства на развитие должны быть. Не верьте, что в чужих руках этот рубль будет работать эффективнее. Здравоохранение. Вот его забрали сейчас на государственный уровень. Мы содержали здравоохранение за 900 миллионов. У нас доходов изъяли 1,8 миллиарда. А спросите, людей лучше стало? Почему забрали? Замаячили на горизонте почти 500 миллиардов рублей, которые вкладывают в здравоохранение. О, а если они пойдут ни туда, ни через те системы. Через 5 лет будет возвращаться. Первичная помощь в какой-то мере должна вернуться в районах, в районах, отдаленных от центра. Только потери. Я могу и о многом другом. Если говорить о дорогах, ну что такое можно за 70 миллионов, более 100, более 1100 километров дорог в городе, вот то, что перераспределились полномочия с центра, федеральный закон, тяжестью лег на регион с правами, как поступать с муниципалитетами, тоже не всегда есть хорошо. Где разумно, как мы считаем, в Китае, мы же приезжаем, видим в большей степени разумность политики. Значит, поэтому хотелось бы, ну, чтобы как можно меньше было ошибок, но мы ведем в ответ на вопросы по инфраструктуре, в основном своими силами ведем, мощнейшие инфраструктурные проекты. О социалке говорили. Тунгусский водозабор, самый крупный подземный источник в мире, с подготовкой воды под землей. Она в полном объеме готовится по этим технологиям. Конечно, не 30 процентов побольше, канализационная очистка 60, но ведем вторую очередь, которая позволит очищать практически 98. Ну, ведем пока вот, а? Значит, с Ливневкой полный завал. С Ливневкой полный завал. Это с хозбытовыми стоками. С Ливневкой ни один строитель не хочет вкладывать затраты, а это и есть та градостроительная политика, о которой Елена Сера говорила, нужна комплексность от Министерства строительства и ЖКХ. И где оно? Кто понудит? Кто понудит, кто обяжет, чтобы ливневые воды не то, что хотя бы очищались, а хотя бы собирались и отводились? Где эти механизмы? У кого они будут? Если сейчас заберет эти механизмы в край, они вообще будут потеряны. Не дойдет никогда с краевого уровня до уровня там отдаленного района. Никогда не дойдет. И градостроительная политика абсолютно разная для каждого поселка, для каждого города. Ну не абсолютно, принципы, да? А подходы могут быть различными. И здесь, конечно, и последнее. Ну о ветхом жилье говорят. Ну давайте выработаем концепцию. Откуда оно взялось у города? Государство бросило. Это жилье военведа, это жилье крупных ведомств, это жилье оборонных предприятий и тысячи ветхих жилых домов предлагают муниципалитет. Создайте программу сноса ветхого жилья. Здорово получается. В одностороннем порядке засунули. Нужна государственная программа сноса ветхого жилья. Не надо прятаться за программу сноса аварийного жилья. Это разные абсолютно вещи. Аварийное жилье появляется из ветхого. Нарастая из ветхого, похороним вообще психологию людей, живущих в этом жилье. Нужна государственная программа. И если она, конечно же, будет... Ну вот Юрий Крупнов очень многие вопросы подчеркнул правильно. И главный вопрос. В нашей стране государственное управление этими процессами будет налаживаться или нет? Если будет... Александр Николаевич, я прошу прощения. Просто мы вышли из тайминга. При этом я всегда очень поддерживаю вашу линию на именно муниципальное управление. Я помню ваше выступление на совещании у президента, на совещании мэров. Считаю, что она не самая правильная. Она у меня просто эффективная. Да, у меня. Мэры немножко разные бывают. И не каждому, может быть, удастся это сделать. Просто прошу прощения. Мы вот... Ну вот если там еще минуту и максимум... Нет, у меня даже и минут нет. Потому что, честно говоря, я не понимал, в каком регламенте мы работаем. Ну да. Никто не сказал, кто докладывает сколько, кто выступает сколько. Раз не ограничили. Нет, спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо докладчикам. Спасибо аудитории. Все, мы заканчиваем. Спасибо.